Вести Карачаева, Черкесия На составшейся встрече главы Карачаева, Черкесия, Рашида Темрезова С начальником Республиканского управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Андреем Пархоменко Ключевой темой обсуждения стало состояние наших земляков, бойцов Росгвардии, которые принимают участие в специальной военной операции Андрей Владимирович сообщил о состоянии наших ребят, их материальном оснащении и обмундировании Обсудили вопросы, связанные с исполнением возложенных на них задач в зоне СВО Пока бойцы Росгвардии отважно и мужественно исполняют свой долг перед Родиной Мы на месте должны взять на себя заботы о членах их семей Так, по словам руководителя Республики, все меры поддержки для семей участников специальной военной операции Принятые на уровне региона, такие как освобождение от транспортного налога, платы за детские сады и ряд других Распространяются также и на семьи сотрудников и военнослужащих управления Федеральной службы войск Национальной гвардии В Республике будет создана специальная организация по развитию кадрового потенциала молодежи Организация «Моя карьера» станет пространством социальных возможностей Под крышей которого объединятся заинтересованные в своем развитии молодые люди Социально ответственные организации и лучшие эксперты из разных отраслей Которые будут обучать новое поколение специалистов Рассказывает министр по делам молодежи Карачаичи Кеси Ибрагим Татаркулов Следует отметить, что основная цель создания данной организации, данной структуры Подведенственного учреждения министерства заключается в том, чтобы оказать содействие В профессиональном развитии и успешной самореализации молодежи Карачаичской Республики в профессиональной деятельности Благоустройство парков и сквера в нашей республике в рамках федерального проекта Комфортная городская среда продолжается уже к концу года В Черкесске будут полностью завершены работы в парке Рты, который обустраивался в четыре этапа Теперь у жителей прилегающего района республиканской столицы абсолютно новый и комфортный парк Отвечающий самым высоким стандартам и запросам Комментирует ведущий специалист управления ЖКХ мэрии Черкеска Руслан Жукаев Было проведено три этапа работ, это и фонтан, и дорожки, и велосипедные дорожки То есть все этапы мы ранее уже освещали, говорили На данный момент идет работа по завершению четвертого этапа Это получается у нас обустройство пешеходных дорожек То есть мы кладем плитку И также будет построен общественный санузел Который здесь по обратной связи от граждан города Черкеска был необходим То есть на данный момент мы завершаем эти виды работ Мы покроем все зоны черноземом К весне будет уже доделано озеленение В Черкесске завершается и благоустройство детской игровой площадки Во дворе дома 39 по улице Балахонова Реализация проекта стала возможной благодаря его победе На федеральном конкурсе мобилизационных и социально значимых инициатив Среди местных отделений Единой России Проект получил поддержку руководства партии и конкурсной комиссии На его реализацию было выделено 500 тысяч рублей Недостающую сумму передали депутаты парламента Карачао-Чекеси От партии Единой России Алексей Ганшин, Василий Поляков и Александр Минасов Парламентарии посетили объект, чтобы проверить ход работы И пообщаться с жильцами дома и представителями подрядной организации Раньше здесь была старая детская площадка со сломанными качелями Сейчас же строители выровняли поверхность, уложили тротуарную плитку и мягкое покрытие Принимаются за установку конструкции Это значит, что через пару дней самые юные жители дома смогут кататься на новых каруселях Отметим, что мобилизационные проекты партии позволяют жителям присоединиться К общественно значимым инициативам Единой России, которые реализуются на местах И проект по благоустройству детской площадки также был сформирован при участии самих жильцов многоквартирного дома В ходе продолжающейся на территории Республики прививочной кампании Уже провакцинированы более 153 тысяч жителей Карачао-Чекеси Из них 51 тысяча 700 дети В состав современных вакцин против гриппа, применяемых в России для иммунизации населения Входят только фрагменты генетического материала, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения И их вполне достаточно, чтобы в организме человека сформировался иммунный ответ При тяжелом течении гриппа часто возникают серьезные поражения Сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов и центральной нервной системы Распространенными осложнениями после гриппа являются синуситы, бронхиты, атиты Обострение и усугубление хронических заболеваний Тяжелые формы заболевания наиболее часто регистрируются в период эпидемии гриппа Которая ежегодно приходится на зимний-весенний период И обусловлена чрезвычайно высокой активностью циркуляции вирусов гриппа Поэтому важно, чтобы людей, сделавших прививку, было как можно больше В настоящее время в Республике наблюдается прирост количества заболевших ОРВИ на 19% В связи с установлением благоприятной в пожароопасном отношении устойчивой погоды и снежного покрова На территории Карача-Чикесии завершился пожароопасный сезон По данным регионального МЧС, с начала года на землях лесного фонда пожаров не было зарегистрировано С целью контроля за лесопожарной обстановкой в Минприроды Республики в круглосуточном режиме Работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Во взаимодействии с МЧС, диспетчерскими пунктами муниципальных образований и других оперативных служб С начала пожароопасного сезона лесными инспекторами проведено несколько тысяч рейдовых мероприятий На протяженности более 500 тысяч километров Направленных на предотвращение и пресечение нарушений лесного законодательства В том числе требований пожарной безопасности в лесах Верховный суд Карачао-Чекесии вынес обвинительный приговор местному жителю По делу о покушении на помощника Хабецкого межрайонного прокурора Фигуранту дела назначено наказание в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима Нападение было совершено в апреле прошлого года в помещении магазина кафе «Оазис» в Черкесске Злоумышленник подошел сзади к сотруднику прокуратуры, который был в служебной форме И попытался перерезать ему шею ножом При помощи других посетителей тот смог отбиться Однако нападавшему все же удалось ранить сотрудника правоохранительных органов По данным Следственного управления Следственного комитета России по Карачао-Чекесии Со слов нападавшего сотрудник прокуратуры участвовал в рассмотрении дела его брата в суде И он решил таким образом отомстить В селе Джагама Карачаевского района продолжается капитальный ремонт сразу двух берегоукрепительных сооружений на реке Ишкакон Восстановление техдам позволит защитить от воды полторы тысячи человек с их дымовладениями и приусадебными участками Подробности у советника министра природных ресурсов и экологии республики Медина Поташевой Общая протяженность двух берегоукрепительных сооружений, на которых ведутся работы, составляет 3376 метров Работы начались весной текущего года в рамках государственной программы воспроизводства использования природных ресурсов И проводятся в целях обеспечения защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия вод Прежде всего в наиболее поводкоопасных и подверженных подтоплению районах Ремонт дам позволит защитить 1400 человек их домовладения приусадебные участки Общая площадь территории, подверженной затоплению, составляет порядка 55 гектаров В зоне возможного подтопления также расположены школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад и другие объекты инфраструктуры села Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей Как мы уже сообщали, многофункциональные центры расширили перечень услуг, предоставляемых населению Теперь любой житель региона может оформить документы на газификацию жилого помещения, на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, на поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд Эта услуга позволит жителям республики заметно сэкономить время, ведь прием проводится по принципу единого окна, что повышает удобство и доступность данной процедуры Рассказывает советник генерального директора газпрома Межрегионгаз Черкесск Сергей Остриков Компаниями Газпром Межрегионгаз Черкесск и Газпром Газораспределения Черкесск было заключено соглашение на предоставление услуг по оформлению документов на газоснабжение Сейчас граждане республики при покупке, продаже, обмене жилья, оформлении каких-либо документов могут сразу обратиться для того, чтобы сделать себе, по сути, три основные услуги, которые им необходимы Во-первых, это договор на газификацию домовладения, ну или жилого помещения Второй договор о техническом обслуживании внутридомового, газового или внутриквартирного оборудования Это обязательный договор, который заключается сразу одновременно И третий договор, это непосредственно с Газпром Межрегионгаз Черкесск о поставке газа для коммунально-бытовых нужд населению Кубанское лесничество И экоотрядом кафедры лесное дело провели очистку леса от валежника и бурелома в окрестностях села Пристань Кроме того, собранный в лесах валежник сортируют и направляют на дрова для нуждающихся Только одна такая акция, проведенная в окрестностях Пристани, позволила собрать до четырех кубов дров Представителям турбизнеса Корчачьи Кеси расскажут про привлечение туристов через цифровые способы Сегодня в Архизе состоится круглый стол на тему цифровизации и ценообразования в туристической отрасли Участники мероприятия узнают о цифровых способах привлечения туристов, способах бронирования отелей и гостевых домов, доступности информации в туризме, а также об обратной связи представителей отрасли, туристическом сервисе и маркетинговых решениях До конца следующего года отремонтируют четырехполосный участок федеральной дороги А-155 Черкеск-Дамбай, граница с Республикой Абхазия, на маршрутном отрезке от столицы региона до Узжигуты Рассказывает пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова Ввиду возросшей интенсивности движения свыше 25 тысяч автомобилей в сутки, на существующем покрытии образовались дефекты – трещины, колейность и сдвиги покрытия, а на отдельных участках наблюдается застой воды у подошвы насыпи Итогом ремонта по заказу ФКУ «Пордор Кавказ» станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик и изношенных покрытий дорожной одежды на популярном туристическом направлении Дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание методом холодной регенерации Данная технология позволит использовать повторно отфрезерованный материал, что является примером безотходного производства, а также при помощи специальных добавок сделать дорогу более устойчивой к нагрузкам Затем устроят два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный, который отличается стойкостью к износу и высокими показателями сцепления колес с дорогой По такому же принципу отремонтируют примыкания и пересечения В рамках инженерного обустройства на объекте заменят бортовые камни и нанесут разметку из толковичного термопластика В республике, как мы уже сообщали, скоро появятся пункты придорожного сервиса Уже до конца года мы увидим их вдоль автомобильных дорог федерального значения на пути следования к курортным зонам В Кавказском, Кумыше, Дамбайе, Гумбаширке, Юрте, Красном Кургане, Ус-Джигуте, Кардоникской и в районе села Важного Все 11 объектов будут оформлены в едином архитектурном стиле Строительство этих объектов стало возможным благодаря победе Карача-Чикеси в грантовом конкурсе федерального правительства Тему продолжит министр туризма и курорта в республике Расул Тикеев У нас в регионе появится 11 новых придорожных сервисов, где туристы смогут получать необходимые услуги Остановиться, передохнуть, перекусить, воспользоваться инфраструктурой, которая там будет Это и зона отдыха, это и зона кафетерия, зона торговая, где можно будет приобрести необходимую сувенирную продукцию и так далее Конечно же, радует то, что они будут стилизованными в едином стиле Мы ожидаем, что это будет качественное решение для путешествий В Тибердинском национальном парке при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы Построена инфраструктура для хранения сена На сегодняшний день архийская группировка зубров насчитывает около 40 особей В летний период животные успешно находят корм самостоятельно Однако в зимнее время найти пропитание сложнее, поэтому животных регулярно подкармливают Сотрудники Тибердинского национального парка подкармливают рогатых великанов комбикормом и сеном Чтобы последнее не портилось, было принято решение построить хранилище сена Ведущих Софийским озерам тур маршрут обустроят до конца этого года В рамках работ планируется установить информационные щиты, освещения, а также указатели Помимо этого, на пешеходных маршрутах будут установлены лавочки, урны для сбора мусора и фонари уличного освещения Всего на согласование в Минприроды России направлен список из 15 действующих туристических маршрутов с целью их последующего благоустройства 34 школьника из Корчао-Чекеси принимают участие в военно-патриотической смене для детей и подростков Сила Кавказа в Чечне Мероприятие проходит с 14 по 18 ноября в рамках программы уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка подростки России Дети ожидают самые разные мероприятия, курс молодого бойца в Российском университете спецназа в Гудермесе Скалодром, веревочная тропа, встреча с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой Урок по единоборствам, соревнования по волейболу, баскетболу, плаванию, культурная программа и многое другое В Центре выявления и развития одаренных и талантливых детей «Спутник» Черкеска стартовала очно-интенсивная программа «Химическая идентификация» Здесь собрались юные химики со всей республики Руководитель профильной программы Майя Асланукова, заведующая кафедрой химии, кандидат химических наук, доцент СКГТА Данная интенсивная профильная программа предназначена для учащихся 10-11 классов, проявляющих повышенный интерес к химии и собирающихся продолжить образование в учебных заведениях естественно-научного профиля, химико-технологические, медицинские и сельскохозяйственные вузы До 27 ноября для школьников, отобранных для участия в смене, будет организована насыщенная образовательная программа Они научатся приемам обращения с лабораторным оборудованием, качественному анализу органических соединений, грамотному использованию веществ и материалов быту, сельском хозяйстве и на производстве, решению практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человеку и окружающей среде Ну и в завершении информационного выпуска новости спорта В Каспийске Дагестана прошел чемпионат России по спортивной борьбе «Грэплинг Ги», по итогам которого спортсмен из Карачаево-Черкесии Магомед Джарбаев в весовой категории 77 килограммов завоевал первое место Радио России, Карачаево-Черкесия, погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков Ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла В горах местами от 0 до плюс 5, в республиканской столице без существенных осадков Ветер западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 8 градусов выше 0 На этом новостной блок завершен, его провела Рита Нирова Внимание водителям грузового транспорта, оперативный штаб Краснодарского края сообщает Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет оснащенный автозаправочными станциями сухопутный маршрут Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой Дорога из Таганрога на полуостров займет около 7 часов Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия До новых встреч!